Рафиза Медведева в магазин за основными продуктами ходит раз в месяц. Ходить чаще, говорит пенсионерка, не по карману. Женщина всегда покупает стандартный продуктовый набор. Это чай, сахар, соль, что-нибудь мясное, масло и крупу. Вот только в последнее время коренную жительницу Полевского стали смущать цены на предлагаемый товар. Если раньше из ежемесячного социального пособия в 7 тысяч рублей на привычные продукты она тратила тысячу рублей, то сегодня эти затраты повысились примерно на 500 рублей. Я уж такое мясо не покупаю. Только покупаю то, что вот обрези, что подешевле. А так, как вам скажу, всё подорожало. Нина Каракова, заведующая одного из городских магазинов, о значительном росте цен на продукты говорить пока не решается. Вот, например, говорит директор магазина с 10 сентября. От поставщиков из Первоуральска, Режа, а позже и от местных производителей пришли официальные письма об увеличении стоимости хлебобулочных изделий. Подтверждает это повышением стоимости сырья, муки и сахара. Или вот избитые разговоры про гречневую крупу. Если ещё месяц назад за килограмм гречки покупатели отдавали 30 рублей, то сегодня порядка 50, а в некоторых магазинах города 60, 70, а то и 80 рублей за килограмм. Хотя особых предпосылок для этого нет. Вообще, незначительный рост цен коснулся всего спектра предлагаемых продуктов. Продавец Наталья Потеряева в отделе Бакалей работает уже 7 лет. Женщина отмечает рост цен, но он настолько незначительный, что в целом говорить о повышении цен на продукты не имеет смысла. Не намного подорожало. Единственное, что гречи и сахар немножко. Остальные крупы там на рубль, на два. Колбасные изделия пока цены держатся такие же. Так что покупатели не удивляются нашим ценам. Они уже привыкли. Цены практически такие же остались. Ну там вот если на рубль, на два только это подорожание было, и всё. А так всё так же осталось. Только хотелось бы, чтобы покупателей побольше было у нас. Пусть приходят цены у нас не совсем большие, некоторые даже ниже цены. Хотя работники магазина отмечают, что этот год на их памяти первый, когда с приходом осени, хоть и незначительно, но поднимаются цены на продуктовую корзину горожан. И тем не менее, это не серьёзный рост. А наценку на продукты представители торговых услуг держат на прежнем уровне. А главный показатель, говорит заведующая магазином ООО «Северсторг» Нина Каракова, что покупатели не ушли, а просто покупки их стали меньше. Наталья Алаева, Сергей Чижов. Новости нашего города. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова